Вот здесь была лавочка, они сидели, три бабки сидели на лавочке. И машина отсюда приехала, прямо на них. Илья до сих пор не может осознать, что его мамы Ирины нет в живых. Неделю назад отмечали ее 75-летие. Была здоровой и активной. Накануне с двумя давними подругами вышла погреться на последнем осеннем солнце. Расположились на лавочке возле забора. Внезапно из-за угла на улицу выскочил автомобиль. Сначала его занесло на встречную полосу. Чтобы не врезаться в столб, водитель вывернул руль. Машина встала на два правых колеса и понеслась в сторону скамейки, на которой сидели бабушки. Секунда, и их буквально перемолола колесами. Две женщины погибли на месте. Ну вот, как холодец делаете, вот так. Когда погрузили в машину, мясорубка. Когда погрузили в машину на одеяле, там как будто сама мусор нагрузилась сама в это и... Выжить удалось только Ольге Димовой. Но и она скончалась на операционном столе через какой-то час после аварии. Остался муж, с которым прожили вместе больше полувека. Растерянный и несчастный. Меньше всего пострадал водитель «Жигуленка» 47-летний Вячеслав. Очевидцы говорят, он был настолько пьян, что не сразу понял, что натворил. Он даже не чувствовал ему... Что случилось? Он как-то странно себя вел, даже не пришел в себя даже от пьянства. Он пьяный был. Предположение очевидцев подтвердили в полиции. Попереднее установлено, что человек пребывал в стане сильного алкогольного спьянения. За данным фактом, распочаток криминального проведения зловмисника в порядке статьи 208 КПК Украины затримано. Тривают необходимые першочерговые слідчо-оперативные дії. Полиция водителя задержала. Односельчане говорят, в его интересах сесть в тюрьму и понести справедливое наказание. Смерти трех бабушек ему не простят. Если он залил глаза, какой он свой. Он же, спросите за выражение, черт. Но если что-то не так пойдет, мы думаем, что даже будет сама суд. Была бы... Как это не громко звучит? Была бы, была бы... Трех подруг, которые много лет прожили на одной улице, похоронят в Виноградовке в один день. Юлиан Аксенов, Анастасия Зинкевич, Сергей Герасименко, телеканал «Репортер».